Дюймовочка уже не та. Пока некоторые до сих пор обсуждают любовницу, Розия Хасанова пообещала удивить зрителя новым проектом. Чего ждать от вольного пересказа сказки, узнаем из следующего сюжета. Существует так называемое окно возможностей. В пределах этого окна идею могут или не могут широко обсуждать. Открыто поддерживать, пропагандировать и, наконец, пытаться закрепить законодатель. После успеха предыдущего представления режиссер Розия Хасанова планирует снова удивить зрителей. В основе сюжета очередной работы окажется интерпретация сказки Дюймовочка. А главной идеей истории станут социальные проблемы современной жизни. Стоит огромный шум вокруг. Каждый высказывает свою точку зрения. Социальные сети, реклама, средства массовой информации, родители, в конце концов, друзья. Я, в конце концов, все хотят тебе что-то сказать. Избиваю тебя с твоего пути. Хотелось бы, чтобы люди оставались осознанными и честными перед собой. Слышали себя, слышали Бога, слышали свое сердце. По словам автора, спектакль Другая Дюймовочка отражает интересы людей и жизнь в целом. Раскрывает проблемы неправильных ценностей, жажды славы денег и дешевой популярности, которым стремятся многие представители 21 века. Знаете, хочется, чтобы и взрослые, и молодые люди, чтобы они сделали для себя выводы. Потому что мы с ребятами очень много говорим, и я им говорю о том, что у каждого из нас есть свое предназначение. Каждый пришел на эту землю не для того, чтобы соль кому-то передать, а с какой-то большой задачей. Очень хочется выполнить эту задачу. Также стоит отметить, что в отличие от последней работы режиссера, в данном проекте задействованы различные современные стили танца в исполнении профессионалов. Сейчас у нас разношерстная абсолютно хореография, в том и сложность, потому что мы готовимся и обучаемся разным стилям. Я думаю, это вызов для нас, и мы его преодолеваем. Особенность спектакля заключается в том, что персонажей будут воплощать непрофессиональные актеры. Так, один из исполнителей был приглашен после написания стихотворений собственного сочинения, которые выложил в социальной сети. А ты веришь? Я не знаю. Я не знаю, в кого верить мне сейчас. Кто подставит спину? Кто поможет в трудный час? Как утверждает Везунчик, сюжет постановки сразу затронул его душу. В этом спектакле очень много раскрывается социальных проблем, просто наружу, на душу чистую. И это очень задевает и заставляет задуматься, потому что каждый раз, когда мы выходим с репетиции, мы все в слезах, все вот такие заряженные, загруженные, все постоянно думаем. Он не только будет учить других людей, он учит нас жить, он учит размышлять, очень много мучает и дает нам этот спектакль. Несмотря на яркие танцевальные постановки и легкую иронию, сюжет может показаться далеко не детским и не таким уж веселым, а заставит молодежь действительно задуматься о ценностях и приоритетах современной жизни. И, возможно, для многих станет весьма поучительной историей. Эльвира Конопиянова, Тимур Нугманов, хедлайнер